Вот отсюда мы вышли нёбно, обвились, вкололись в противоположный нёбный сосочек, вышли в основание анатомического сосочка с другой стороны, вкололись в основание хирургического сосочка, вышли, сделали вот здесь петлю снаружи вкол, выкол, опять в основание анатомического сосочка, вышли нёбно, обвились, вошли нёбно и вышли вот здесь в контактном пункте, на вершине, мы не прошиваем последним швом анатомический сосочек, очень важно, не получится, иначе шов. И вот здесь, что? Нет, вы выходите в контактный пункт прямо иголой, и вот здесь вы его соединяете и утягиваете. Повторим, как вы? Мы сегодня сделаем. Нет, 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 но вы все равно должны как бы понимать, здесь петля два раза обвивается с нёба зуб, здесь у вас вкол выкол вы совместили их, у вас смысл, вот этот шов у вас переносится вот сюда, и вот таким образом он затягивается, как кесет, он почему ещё в другой литературе кесет, он как кесет затягивается, и здесь вы его зафиксировали. На зубе очень просто, поверьте мне, сделаете, ну не знаю, 10 таких швов, и всё встанет. Он очень, он даёт такое сразу ощущение, когда ты его затянул, и он вот так, и у тебя всё легло само, это такое какое-то волшебство там начинает происходить просто. Так, крестообразный. Крестообразные матрасные швы, они по умолчанию выполняются субпериостально, потому что они фиксирующие, и их смысл именно в этом. Их есть два типа, они горизонтальные, вертикальные, мы используем оба. Не путаем, я не знаю почему, но как-то не все его воспринимают сразу, что он горизонтальный. Когда мы выполняем горизонтальный крестообразный шов, мы делаем два вертикальных вкола-выкола. Это важно, как бы от обратного. Делается вкол, прошились надкосницу, выкол. Потом мы, здесь осталась нитка. Мы идём сюда, это над лоску там уже, делаем опять вкол. Видите, мы совмещаем, как бы вот эти две точки, она опять будет верхняя. Сейчас я дорисую, у меня руки не хватает. Делаем такой же вертикальный выкол, и вот наша ниточка здесь соединяется и завязывается. При проведении горизонтальных швов вколы и выколы вертикально соотносятся друг к другу. Как-то вот запомнить это надо. Я уже пыталась подумать, как это можно уложить каким-то методом, пока у меня не заходит эта история еще почему-то. Вертикальный крестообразный шов выполняется проведением двух горизонтальных вколов-выколов. Вот наоборот всё. Мы делаем вкол, здесь нитка, проводим, выкол, потом ведем ниточку обратно. Ну, максимально, конечно, надо стараться, чтобы у вас совпадали вот эти точки, хотя бы как-то не очень далеко губы или друг над другом они должны быть. Вкол, супериостально проходим, выкол, и соединяем, и завязываем. Здесь вертикальные вколы-выколы по отношению к вам, вертикальные. Здесь горизонтальные. Вот эти швы мы используем очень много и часто. Это все прижимающие крестообразные швы, которыми мы будем фиксировать. Свободные десневые трансплантаты с вами, лоскуты, которые мы перемещали при каких-либо латеральных перемещениях. Это очень важные швы, которыми вы должны уметь пользоваться и знать, они должны быть в ваших руках, в арсенале вашем. Потому что шьете вы обычным узловым или непрерывным, вообще не имеет никакого значения, это дело ваше просто вкуса. А вот это, как бы, это важные швы, которые вы должны уметь выполнять. Не знаю, давайте мы закончим просто с крональным перемещением. Я готова две минуты ответить на вопрос и дать вам передохнуть пять минут. Вопросы тогда по корональному перемещению остались какие-то, коллеги? Это важно. Вы потом зависните, потом мы начнем использовать этот метод в последующих. Он будет дополняться, да, как бусинки на него начнут нанизываться. Если вы базу не поняли, там будет провисание серьезное. Можно? Можно? Конечно. В зоне герогенизированной, прикрепленной, полнослойной? Да. Вот эта вот часть, смотрите. Да, да, вот здесь вот. Да, да. Еще какие-то вопросы у кого-то остались? Ну, вы должны выйти миллиметров, наверное, на пять за мукогенгевальную границу. Ну, вы по свободе лоскута, по мобилизации, когда вы будете делать расщепление, вы поймете, насколько он у вас мобилен в связи тоже с вертикальным разрезом. А он, если у вас не затягивается, вы еще раз залежите по слоям, там надо тянуть, посмотреть. Это вот, да, это все правильно. Именно так принимается решение. Но на пять миллиметров выше мукогенгевальной границы сто процентов он делается. Это минимум. Но на самом деле в этом ничего нет, вы можете его сделать. Главное, чтобы он был не маленький. А если он чуть больше, чем он нужен, это не страшно, потому что там ничего такого сверхъестественного не происходит. заживает там эпитализация за пять-семь дней происходит в зоне вертикального разреза. Там мгновенно все срастается. Тут, наверное, знаете, шутка про большого хирурга, про маленькие разрезы. Здесь как бы не навредишь, если вы сделаете больше, чем меньше. Ну, есть такой нюанс, ювелирно его так, чтобы вот он прямо именно оттуда лег. Ну, это не принципиально. Тогда быстро говорите. Шовный материал. Обратно режущая нитка. В редких, в редких, в редких, если биотип критично тонкий, я использую колющую нить. Но всегда обратно режущей пользуюсь. Обратно режущая нитка 6 нулей. Мононити. Ни в коем случае не плетеные материалы. Мононити. Да. Почему нельзя плетеные материалы в пародонтологии использовать? Аксервисы. Налета очень много. Там и так рана, которая ведется не так просто. И пациенты не все справляются иногда с уходом за ней. А если там еще плетеные, там просто это грозди, грязи и налета. Ну и традиционно просто вообще это европейская такая история. Принято шить мононитями. Всю пародонтологию принято шить мононитями. Обратно режущие, да, все знают, как выглядит значок. Что должно быть нарисовано на блистере с ниткой. Ну я вам покажу тогда сегодня, да, обратный конус. А почему вы, Альбина, удивились, что обратно режущие нити? Потому что я ее ступень назад шила, тогда я не слышала. Ага. То есть когда мы шили, я щипела. Ну, ну уже это, да, да. Почему колюще? Вы не прошьете, вы ни один супер остальный шов колючей ниткой не сделаете. Это невозможно. Она у вас сломается, согнется. Тем более такая тонкая 6 нулей. Я свои швы потом у меня еще, я ультрасорбом много шью. И он в полости рта обесцвечивается под воздействием ртовой жидкости. И он становится абсолютно прозрачным. У меня 6-7 нулей, я потом в оптике снимаю. Я вообще их не вижу. То есть такие всякие там. В полости рта 6 нулей я не могу учесть. Почему? Нельзя. Нельзя. Вы пережимаете там очень тонко все. Ну, представляете, вот этот расщепленный сосочек, он уже и так весь изнасилованный там. И вы еще его прошьете пятеркой своей. Ну да. Там же еще и вкол, выкол двухкратный в каждой зоне идет. Мой комфорт тоже, как бы, важный момент. А в чем проблема с шест... Вы ее не видите или не чувствуете? В чем проблема? Ну, вот я с пятеркой комфорт не делаю. Мне проще, лучше это получается. Это недостаточность мануальных навыков. Это надо развивать, а не идти в зону комфорта. Нет, нет, это не рост, это тогда регрессия. Надо идти путем преодоления трудностей. И главная результация? Да. И главная результация? етаэк, с Карangan.